Это Станислав Лещинский, король польский и великий князь литовский, последний герцог Лотаринги. После титул был упразднен, но в бывшей столице герцогства, городе Нанси, на площади, созданной по его инициативе, ему воздвигнут памятник. На котором, впрочем, следовало бы отметить некие факты его биографии, связанные с кулинарией, так сказать, от благодарного человечества. И даже если это не факты, а домыслы, все равно интересно. Здравствуйте, дорогие друзья, итак, мы сегодня о короле польском и, как звучит, о его бабах и бабках. Не спешите удивляться, жизнь полна двусмысленностей, которая на поверку обыкновенная игра слов. Бабы и бабки – это кондитерские изделия. Вот у бабы-то, собственно, королевская легенда и присутствует в родословной. Дескать, Станислав был правителем со скверным характером, резкими манерами, но изящным вкусом и отличным аппетитом. Любил сладкое. А коль скоро наиболее популярным в те времена в Лотаринке был пирог Кюгельдорф, а вскоре прислитился каждодневными дегустациями этого шедевра. Как-то подают ему в очередной раз Кюгельдорф, а он как разозлится, как швырнет его. И покатился Кюгельдорф по столу, Кюгель – это шар, и опрокинул бутылку с ромом. Ром пропитал сладкий пирожок, и последний, естественно, приобрел совершенно другой вкус. Не мудрено. Некую восточную изюминку, изюм, кстати, тоже есть в рецепте Кюгельдорфа, почувствовал правитель в преобразованном десерте и назвал его в честь любимого персонажа «Тыща и одной ночи» Али Бабы. Бабой, только ромовой. А мы-то все думаем, кто такая, что за баба и при чем тут алкоголь. Ну, кстати, есть и еще одна версия появления названия. Этот самый Кюгельдорф французы называли польской булочкой или, в шутку, бабой, используя слово «баба» на свой манер. Бабками же должен называть и по сей день изделие не из дрожжевого, а из бездрожжевого теста, которое поднимается при помощи соды или великого количества взбитых яичных белков. Получается, что мы сегодня приготовили не бабку, а бабу. Ну, не ромовую, а морковную. Баба морковная. В посуду вылиться немного теплой воды, развести в ней дрожжи, добавить тертую морковь, яйца, всыпать стакан муки и поставить в теплое место. В поднявшуюся опару всыпать оставшуюся муку, добавить масло, сахар, специи по вкусу. Оставить для вторичного подъема, потом выложить в форму, выпекать в духовке в течение часа. Приятного аппетита славной выпечки! Кстати, самую разнообразную выпечку вы сможете попробовать на широком празднике губернской масленицы 18 февраля в Хохловке. А сколько еще там будет всего самого интересного? Это я к тому, что продолжается наша викторина. Правильно ответить на вопрос, касающийся старинной кухонной утвари, вопрос от Пермского краеведческого музея. Не пропустить розыгрыш и, возможно, два билета на праздник будут вашими. Вопрос этого дня звучит вот так. В крестьянских домах всегда было много утвари, изготовленной своими руками. Как называется? Чашка хлебопечная, сплетенная из еловых корней. Три варианта ответа. Суковатка, корноватка, дыроватка. Выбранный вариант. Достаточно указать его номер. Присылайте смс-сообщением. Телефон 8 951 923 0072. Сегодня до 15.00 стоимость сообщения по тарифам вашего оператора связи.